Едем на Вальшнифа, едем в хороший, очень еловый такой лес, в просеку. Так что вам обязательно, ребят, понравится, все снимем, покажем. Пожарим там шашлык, а потом поваримся в бане там у знакомых в соседней берегу. Так что погнали! Ну что, господа, приехали мы на место дислокации, здесь удача у моего друга. Сейчас посидим, покушаем, обсудим, куда будем ехать, где тянет птица. У нас есть пару мест хороших, одно здесь недалеко, прямо с деревни, одно чуть подальше. Там после озера такая просека из еловых деревьев. Вот думаем туда, может быть, там в общем тоже хорошо тянет. И там такой момент, что за этой просекой очень большое озеро, а перед просекой болото, и тоже утка еще бывает тянет, то есть между этой просекой. Посмотрим, насадку я джемини оставлю все-таки, пока я взял стандартную насадку, но джемини тоже оставлю, потому что вдруг будет птица лететь низко и придется насадку поменять. Сейчас будем пересаживаться на патриот и выдвигаться в путь. Ну что, перекусили мы, все, наделись, садил цапоги. Вдруг за уткой полезть придется, если будет прилетать, будем сбивать воду. Вот на такую технику пересаживаемся. Ребетка, все у нас тут есть, все предусмотрено. И начинаем охоту. Редактор субтитров А.Семкин Ну что, доехали мы на место. Уже смыркается, ребят, где-то 6.50 время. Сейчас выносится тяга вальшнепа. Манить буду вальшнепа с манком лоханидзе. То есть обычный манок на вальшнепа. Вот так вот создается камера. И происходит такой звук. Характерен для вальшнепа. Еще что хотел сказать по поводу патронов. Смотрите, очень многие в комментариях писали, Да и вообще люди жалуются, что когда ты ходишь в рюкзаке, патроны, коробка рвется, намокается, патроны все валяются по рюкзаку. Вот хорошее решение. Покупаете банки, обычные банки. Главное, чтобы широкое горлышко было и было удобно достать патроны. Вот, эта тема очень-очень удобная. Так что возьмите себя на заметку. Ну, тут у меня тройка, пятерка. Если будет утка полетать, может быть, перезарядимся. А так, сейчас на вальшнепа семеркой, конечно, будем охотиться. Это у нас основное. Вот. Ветра так не очень сильно много. Иногда порывы бывают. Но в основном сегодня тихо. Так что погода у нас хорошая. Я думаю, если у нас лететь что-то будет, мы с вами за это надо будем, ребят. Еще что хотелось сказать. На вальшнепу у нас всего открывается охота на 10 дней. Немного. Мы все ее очень любим. Сразу все сюда ездят. Потому что охота интересная, как вы сами знаете. Очень многие ее охотники по всему миру любят. Да и она полегче. Не надо так сильно много времени тратить, как ты тратишь суткой. Потому что там нужен скоробок, нужна и маскировка. Это обычное дело. В воде всегда все происходит. И очень неудобно. А тут мы всегда любим эту охоту. Она простая и интересная. Так что будем надеяться, что сегодня будут трофеи. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, господа, что-то ни одного вальшника. Первый раз вообще здесь такое. Может быть холодно. Из-за этого вообще ничего не летало. К сожалению, вот так вот. Посмотрим, может оставимся сегодня здесь у друга. С утра попробуем на уточку выйти. Ну, если что-то будет, вы это увидите. Так что мы не отчаиваемся. Если бы каждый охотник, каждую охоту бил бы дичь, ее бы уже давно не было. Будем надеяться на лучшее. Ну, что, друзья. Во-первых, хочу вам сказать спасибо. Этим теплым весенним вечером мне очень приятно, что вас уже 430 человек. Да, для кого-то это немного, но для меня это уже много. Я понимаю, что мы все с вами одна большая семья. Я буду дальше развиваться, старать вас радовать хорошими видео. Да, не всегда у нас охота получается, но это охота. Завтра еще поедем, может что-нибудь и настреляем. Но я очень рад, что вы на меня подписываете, что ставите лайки, пошли первые комментарии. Это очень-очень приятно. Сейчас буду улучшать картинку. Со мной уже едет команда, меня снимают. Все это намного интереснее, красивее. Кадры будут для вас смотреться намного интереснее. Так что канал будет только продвигаться и будет всего-всего-всего намного больше, интереснее и красивее. Сейчас пожарим шашлычок. Вот такой у нас костерчик уже здесь догорает. Получается угли, пожарим шашлычок и сходим в баньку. Надо немножечко расслабить организм, а то мы устали. И так это легко, как кажется. Немножко устаешь. Вот, как-то так. Ну что, ребят, во-первых, немножечко хочу сказать про угли. Кто у нас тут жарит шашлык, все жарят по-разному. Мы расскажем, как жарим мы. Во-первых, угли должны быть средней фракции. Можно, конечно, и крупной, но лучше средней. И все должно быть распределено грамотно, правильно, все на одном уровне. Шашлык надо стараться как можно чаще переворачивать. Ну и, конечно, готовить и жарить надо с душой, ребят. Это самая главная, неотъемлемая часть. Потому что любая еда, которая была приготовлена с душой, она очень вкусная. Это в первую очередь. И очень красивая. Взяли мы, ребят, немножко курицы, грамм 800. Взяли именно грудку. Вот, люблю я филе, грудку. Она, если за ней правильно следить, правильно угадать, она не получается сухая. И, как по мне, она вкуснее бедра. И взяли мы шейку свиную. Вот. Это моя вообще любимая часть свинины, если брать. Свиная шейка, она самая такая хорошая. Там и жирок есть, и мясо есть. Вот где-то полтора килограмма на четыре человека, плюс мясо ужарится. Вот, шесть шампуров, самое то, еще даже останется. Главное, не забывайте переворачивать, поджаривать. Можно поддуть, чуть-чуть, чтобы у нас жар был. Вот так вот. И все у нас с вами будет очень-очень вкусно и хорошо. Охота не удалась, значит, поедим. Ну что, ребят, настала у нас утренняя зорька. Время у нас четыре доходит. Туман был, был туман, но сейчас более-менее стало ясно. Заход солнца оттуда упойдет. Небо сегодня ясное после дождя. Вчера, как вы видели, на вальшной походе не получилось, но зато попарились в бане, поели вкусного шашлыка. Сейчас иду закидываю гудку. Вот мы скородочек сделали. Будем надеяться на добычу. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, время у нас уже доходит пять часов. Как только выкинули утку, это вообще смех, выкинули утку, сразу подлетело два селезня. Заснять селезни засняли. Красивые, все, вот здесь 10 метров, а зарядиться я еще не успел. Ну ничего страшного, пыль живут. Не всегда получается так добывать. Сел сначала один, потом улетел и подлетел второй. Чуть-чуть попозже пролетала еще двоечка, два селиха, но пролетали высоко, может быть, нас видно. Вот. Они сзаду заходили и нас, скорее всего, увидели. И еще одна уточка, самочка пролетала, но самок мы не стреляем. Лесна, стрелять может только селезней. Так что ждем. Утка есть, утка летит, но не так, конечно, плотно, как хотелось бы, но все равно часиков до восьми, я думаю, мы точно посидим, ребят. Так что, думаю, будет интересно. Приехали мы сюда, опять в это же место. Утро у нас результатов не дало, к сожалению. То же место, тот же скородок, та же подсадная. И сейчас мы попробуем вечернюю тягу здесь отстоять. Сегодня у нас последний день в этом месте. Утром было только парочка селезней, вот тут они сидели, две штучки, кадры мы засняли. Но, к сожалению, я не успел зарядиться, было еще очень рано, темно еще было, больше утки не было. Утка летела, но вся летела плотно и вся летела высоко. Ну, я думаю, что сейчас мы с вами все подготовили хорошо. Вечерняя тяга все равно, как по мне, интереснее. Так что мы будем сейчас с вами охотиться и будет всего очень много интересного. Ну что, время у нас 6.40 вечера, ребят. С 7 часов уже начинает потихонечку смеркаться, к 8 уже совсем будет темно. Все, селим, в скородочек. Уточка у нас пока намывается, начищается. Сейчас я буду маночкам помогать. Один селик уже пролетел, но высоковатый мы пока еще кружились, доделывали присаду, доделывали скородок. Так что, сейчас попробуем подманить. Ребят, подлетел один селик. Подлетел. Сел, сел к нашей уточке. Вы слышите? И утка подыгрывает. Сейчас попробуем взять. Готовы, ребята. Фу! С полем. Два дня. Сначала на вальшнапа, потом с утра на утку, вечером на утку. Это принесло свои плоды. Есть. Взяли. Пойдем доставать. Настроение сразу поднялось. Долго мы ждали эту птичку. Хорошо наносил. Он теперь как подлетает, блин. Ну, ничего. Он подлетел так резко. У нас куста он из того. Уже не стали дергаться, потому что так очень много сил потратили на эту охоту. Вот. Думаю, сейчас лучше аккуратненько прицелюсь и там будет дичь. Ну, по правилам, как вы все знаете, надо сразу вписывать в лицензию. Прежде чем транспортировать дичь, мы должны вписать. Сейчас мы впишем, что это селезень и пойдем за ним. Правила не нарушайте, потому что охотинспекция, если увидит и заснимет то, что вы идете транспортируете дичь, не вписав ее в лицензию, это будет сразу протокол. Так что тут ничего сложного нету. Сейчас мы откроем путевочку и спишем где добыли, кого добыли, какого числа и сколько штук. Так что вот так вот, ребят. Сейчас пойдем брать, показывать вам дичь. Ну что, ребят, вчера у нас не получилось сбить. Зато сегодня три штуки пролетело друг за другом и отдастся. Один упал вроде, да и второй что-то здесь где-то по-моему лежит. Я не могу найти только где, брат. Он вон туда уходил. Вот так, друзья. Вот такой вот. Тихо, тихо, тихо. Вот такой вот. Сейчас. Так что сегодня у нас и утка и вальшна. Вот такая вот охота. залетели, блин, они еще не мог найти. Я вот здесь вот второго добивал, он сидел. Сейчас посмотрим, мне кажется, второго еще взял. Не знаю, найдем, нет. Потому что три было, один только взлетел потом, когда второй раз ударил. Сейчас будем искать. Вот такая охота. Классно. Вот такая вот выдалась нас охота. Время уже часов девять доходит. Что хочу сказать. Первые сели здесь сегодня вечером. Взяли, который сел. Потом были налеты сзади. Сели сзади в соседнюю лужу. Мы не успели среагировать. Развернулся. Стал два выстрела удал, но уже было далеко. Дальше даже стрелять не стал. Потом стайка штучек 15 прошло, но прошли высоко. высоковато вот оттуда. Мы не стали тоже бить, я даже трогать не стал. И уже темно совсем. Тревачный вот так на меня заход в круг. Видимо самка и два самца с ней игрались. Как успел с вертушки даю выстрел. И они буквально здесь в 15 метрах падают. И причем падают все трое. Один наглухо и двое упали. И так прыг-прыг-прыг-прыг. Пытался я их найти, так я и не понял. Либо это просто самцы к самке упали. Либо мы их заранили. Скорее всего завтра поутру приеду, посмотрю. Если найду, то найду. Вот такая вот была охота. Добыли мы вот такого красавчика селезня. Вот такого весеннего вальшнепа. Вот моя самая любимая птица. Стрелял я в СМР-ке. 155 профи. Насадка джемини 0,42. Спасибо, ребят, что меня смотрите. Любите природу и рыбачь со вкусом. С вами был Лестой Кочевник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok